Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Заплатят за грязь. Теперь застройщикам, прежде чем выпустить технику со стройплощадки, придется помыть ей колеса. Подарки из прошлого, что дарили мужчинам в Советском Союзе, президент от того времени собрал Анапский археологический музей. Красив строю, силен в бою. Смотр-конкурс юноармейских отрядов объединил самых спортивных школьников Анапы. Анапских застройщиков заставят соблюдать чистоту. Администрация города ведет борьбу с грязными стройками. Соблюдение строгого санитарного режима касается абсолютно всех строительных площадок. Они должны быть оборудованы мобильными автомойками, чтобы грязь с колес техники не выносилась на улицы курорта. За соблюдением норм и правил в сфере благоустройства ежедневно следит управление муниципального контроля. Только за прошлую неделю составлено более 10 протоколов по факту подобных нарушений. Строительные площадки как в городе, так и на районах должны быть оборудованы пунктом мойки колес обязательно. Выезжающая техника со строительной площадки должна быть с чистыми колесами, дабы пресечь вынос грунта на проезжую часть, как это случилось на улице Владимирская. Есть факты на Пионерском проспекте, есть факты выноса грунта и на территории Анапского сельского округа, Алексеевки. Есть такие нарушения. По всем фактам у нас возбуждаются административные протоколы. Также ведется беседа с собственниками земельных участков или застройщиков о необходимости убрать территорию. По правилам благоустройства дополнительно сообщаю, что нормы соблюдения чистоты на прилегающей территории к строительным большим площадкам это 300 метров в одну и в другую сторону. Именно за этот участок дороги несут ответственность по чистоте прилегающей территории застройщики. Решение по сумме штрафа будет определять межведомственная комиссия в присутствии нарушителя. В случае неявки на заседание, уведомление о сумме штрафа будет отправлено по почте. Телерадиокомпания «Анапа-регион» и кинотеатр «Монитор» на Красной площади устроили для маленьких жителей Анапы и их родителей настоящий праздник – конкурсы, танцы и предпросмотр анимационного мюзикла «Зверопой». На 10 дней раньше всероссийского проката мультфильм смогли увидеть слушатели радио Европа плюс «Анапа», которые участвовали в розыгрыше пригласительных билетов в программе «Презент». Также мультик в подарок получили и подопечные городского управления по делам семьи и детей и управления образованием. Благодаря телерадиокомпании «Анапа-регион» нашим деткам была предоставлена возможность посетить предпремьерный показ мультфильма. Детки из тех семей, которые не всегда имеют возможность посетить мероприятия такого уровня. И мы благодарны за предоставленную возможность. Дети очень рады, довольны, надеюсь, получат удовольствие от просмотра. Кроме того, ребята ожидало множество сюрпризов и конкурсов. А хореографический коллектив «Сити Джаз» порадовал яркими танцевальными номерами. Девочки очень круто танцевали и готовили шоу, получалось замечательно. Очень понравилось? Да. А как они танцевали? Очень красиво. Разогревшись в конкурсах, дети с радостью отправились в кинозал. Многие признают, что именно этот мультфильм ждали с нетерпением. Мы очень ждем премьеры этого мультфильма и очень рады тому, что этот мультфильм наконец-то выйдет в прокат. Это не первая подобная акция, организованная совместно нашей телерадиокомпанией и кинотеатром «Монитор» на Красной площади. Подобные мероприятия планируется проводить и в будущем. В преддверии Дня защитника Отечества отдел краеведения музея Станицы Анапска провел заседание клубного любительского объединения «Исторические хроники». На встречу со школьниками пришли ветераны Вооруженных сил России и внук-герой Советского Союза Сурена Аракеляна Вазгена Аракелян. Эта встреча показала, как важно не только хранить ратную историю, но и передавать ее поколениям. Ребята с большим интересом слушали рассказы ветеранов о своей службе. Аплодисментами они встретили выступление внука-героя Вазгена Аракеляна, который специально приехал из Еревана на землю, где совершил подвиг его дед. После просмотра фильма о Сурене Аракеляне «Подвиг героя бессмертен», созданного детской телевизионной студией «Калибри», руководитель студии Галина Ковалева вручила копию фильма «Внуку героя». Это память, конечно, для нас, для нашей семьи очень важна, но важна и для детей, для будущего нашего. Это как стимул, чтобы дети поняли, какой ценой была достигнута эта победа и как было завоевано вот таким путем, путем собственной жизни. Дети должны понять, как важно сберечь свою родину и для этого и важны такие мероприятия. В мероприятии также приняли участие депутат горсовета Светлана Хижняк, глава местной администрации Валерий Шутилков, председатель Совета ветеранов войны и труда Анапского сельского округа Эдуард Мавян. После встречи с ребятами делегация посетила Народный краеведческий музей имени Трущенко. Здесь гостям из Армении подарили книгу «Анапа. Страницы памяти народной». Заключительной точкой стало посещение музея в хуторе Курбацком. Участники экскурсии познакомились с новыми экспонатами Великой Отечественной войны, которые поисковики продолжают находить до сих пор, а также возложили цветы к памятной стелле и могиле героя Советского Союза Сурена Аракеляна. «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» По таким названиям в отделе краеведения Анапского археологического музея открылась выставка, посвященная Дню Защитника Отечества. На ней представлены подарки советской эпохи, все, что было принято дарить в то время. «Подаркам для мужчин осушили, например, одеколоны. У нас подлинный одеколон тройной, русский лес, шипр и такой, так скажем, из бюджетных подарков». Заведующий отделом краеведения Элла Плиева рассказывает о самых популярных подарках мужчинам с советского времени. Музей и ранее делал выставки к 23 февраля, но в этот раз тема уникальна. Натолкнули на нее сами анапчане, которые на время пополнили коллекцию музея, можно сказать, семейными реликвиями. «Недавно в наш музей поступил огромный комплекс, более 200 предметов, известного кандидата медицинских наук, врача-стоматолога Леонтия Егорова. Его жена принесла предметы, и когда мы готовились к выставке 23 февраля, вот именно тогда эта идея появилась, потому что среди вещей находилась прекрасная коллекция галстуков, которые часто служили подарком для мужчин к 23 февраля. Предметы все датируются 60-ми и 80-ми годами 20-го столетия». Подарки того времени мало чем отличаются от сегодняшних. Это все те же галстуки и рубашки, фляги, одеколоны, часы, шахматы и даже подарок номер один – носки. Этому экспонату во все времена особое место, шутят сотрудники музея. «И вот здесь вот подарок номер один – акцент сделали на носки, потому что это во все века и времена был всегда подарок. Такой подарок, который всегда принимался, и он как бы недорого стоит, но приятная и нужная вещь». А о таком подарке мечтали, пожалуй, все советские мальчишки. Кассетный магнитофон «Чайка» 61-го года выпуска. К слову, технику тогда дарить было модно, хоть и не каждый мог себе это позволить. Транзисторы, первые калькуляторы и фотоаппараты. Из бюджетного – книги, письменные принадлежности, картины и подарки, сделанные своими руками. «Очень популярным в 70-80-е годы были вот такие картины резные. Естественно, чтобы показать свой интеллектуальный уровень, конечно, подбирали картины с изображением Есенина, Эрнеста Хемингуэя». Сотрудники музея выражают благодарность всем анапчанам, кто поделился частичками своей и нашей общей истории. Выставка будет работать с 9 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника. Русские офицеры, ответственный руководитель, общественный деятель Анатолий Ешкунов – один из тех, кто представляет Анапу на краевом этапе экспедиции «Имя Кубани». Участник афганской войны, миротворческой операции в Косово, автор и исполнитель рассказал о значении песни на войне, а также о том, как семья дает стимул к тому, чтобы выжить. Это песня о дружбе. Написана в Кабуле в середине 80-х годов уже прошлого столетия. Анатолий Ешкунов из семьи военных в детстве любил слушать баян. Его отдали заниматься в Дом офицеров. Преподаватель увидел в нем талант. Меня вызвал преподаватель и сказал, ты знаешь, вот ты хочешь стать военным. И вот представляешь, бойцы после какого-то там похода, боевого, какой-то задачи, они все уставшие, а ты выходишь, берешь этот баян и, значит, там душу как-то подогреваешь ребят. Война в Афганистане показала, что преподаватель музыки был прав. Бой – это чаще всего минуты, а все остальное время – это ожидание очередного столкновения, что гораздо неприятнее. Выручала песня. Помимо этого – спортивные состязания. После возвращения Анатолий Ешкунов начал службу в Анапе. Отсюда ездили в Косово в составе миротворческих сил. У десантников было оружие, а стрелять нельзя. Рассчитывали лишь друг на друга. Твоя спина прикрыта, она давала какую-то другую силу для того, чтобы действительно стоять и вот спокойным таким методом все-таки добиваться. Не идти на эти провокации. Можно было, да, передернуть затвор. Сергей Войтенко, сослуживец Анатолия Ешкунова, также принимал участие в миротворческих миссиях. Дружат они с середины 90-х. Уже на гражданке, когда появилась вакансия руководителя детского здравительного центра, он фактически выбрал себе начальника. Человек дело. Главное, что он за что бы ни брался, он болеет душой. Он будет плохо спать, пока какую-то свою идею, мысль не превратит в жизнь, добьется ее выполнения. Потом он не корыстный человек, готов дать свое последнее, чтобы кому-то сделать необходимое. Около двух лет назад Анатолию Ешкунову предложили возглавить городское отделение Всероссийской организации инвалидов войны в Афганистане. Он согласился. Теперь у него есть задача максимум. Использовать возможности города-курорта для реабилитации тех, кто сражался в локальных конфликтах, создав специальный центр. Пока же работа с ветеранами воспитания молодежи. Есть же федеральные программы фактически, есть и региональные программы. Ну и самое главное, конечно, это муниципалитет. У нас сейчас хорошие партнерские деловые отношения с администрацией. Очень здорово нам помогает в этом плане. Это некрасивые какие-то слова, а это действительно реально. Это песня посвящения всем офицерским женам. Он вспоминает, как в Афганистане узнал, что у него родилась дочь. По его словам, молодые офицеры иногда бравировали, например, ходили без бронежилетов. Но с того момента только холодный расчет, причем думал и за себя, и за подчиненных. Сам он считает, что именно семья в итоге помогла выжить. На курорте начался заключительный этап месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Одним из самых ярких мероприятий стал смотр-конкурс юно-армейских отрядов «Красив в строю, силен в бою». Он прошел в спортивном зале школы номер один. В параде принимают участие 12 команд из различных учебных заведений города. Это заключительный этап. Здесь только лучшие коллективы. В подготовительных соревнованиях участвовало более 800 человек. В финал вышли всего 150 школьников. «Это очень красочное, хорошее мероприятие, которое дает силу, ловкость, выносливость, показывает образец нашего солдата. И дети с большим желанием, большим старанием показывают свою учебу». Перед началом смотра свое мастерство показали десантники, проходящие срочную службу на территории города-курорта. Перед юно-армейцами стояла нелегкая задача – пройти торжественным маршем и показать командную строевую подготовку. Кроме этого, каждая команда должна была выпустить боевой листок. Судейской коллегии офицера запаса и войсковой части 405-15. «Стравим шагом марш!» Также на параде вне конкурсной программы выступили кадеты школы имени Старшинова. Возглавил выступление команды Вадим Бережной. Несмотря на молодой возраст, за его плечами не только должность старшины школы, но и огромный личный опыт военной подготовки. «Обучение в кадетской школе мне дало многое. Во-первых, я считаю, что в кадетской школе закладываются именно те качества, которые важны для гражданина и для патриота, морально-нравственные качества человека. За обучение у меня выработались волевые качества мужчины. Также совершил уже 28 прыжков с парашютом». По итогам парада третье место завоевали гимназисты Авроры и молодые казачаты из школы номер 18. На втором месте гимназия Эврика. Победителем стали курсанты 6-го А-класса кадетской школы имени Николая Старшинова. Сегодня последний рабочий день. Впереди 4 дня выходных в честь государственного праздника Дня защитника Отечества. Кроме того, это неделя масленичная. В последнее воскресенье февраля пройдут традиционные проводы зимы. Широкая масленица. Для анапчан подготовлена программа праздничных мероприятий. 23 февраля в 11 часов у Стеллы «Город воинской славы» пройдет патриотическая акция «Мы – наследники города воинской славы». Она объединит ветеранов, военнослужащих, представителей общественности и молодежных активистов. Там же творческие коллективы покажут литературно-музыкальную постановку. А в 21 час небо над Анапой озарит красочный салют. В воскресенье 26 февраля на главной площади города разгуляется широкая масленица. Анапчан и гостей курорта приглашают принять участие в народных гуляниях. Поучаствовать в развлекательных играх и веселых конкурсах, отведать блюда кубанской кухни и, конечно, блины. Единственное, что может помешать в полной мере насладиться длинными выходными – это погода. Синоптики предупреждают, что с 22 по 26 февраля на территории Кубани ожидаются обильные дожди. На Черноморском побережье с грозой, в горных районах с мокрым снегом. Сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 22-25 метров в секунду. Спасатели призывают быть внимательными и осторожными. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте на свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова